Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 193. События дня. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб. За 22 июня 2016 года. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Меня звать Николай Скляренко. 8 лет назад переехали из Киева, Борисполь, в Австралию. Приход мертвый. Начал говорить с батюшкой. Помогите советам. Считай Библию святых отцов ежедневно лет 7 как. Ну по порядку, по частям. Австралия благополучно. Никакой войны не было. Отец Аким ездил там, был. Я до этого тоже встречался с австралийцами. Беседовал. Завидовать особенно нечему. Сидят на своих дрожжах. А это очень рискованно. Мав сидел на своих дрожжах. Вот это Господь говорит. Это каждому надо посмотреть. Сейчас я заранее не подготовил это место. Я, видите, прям все как есть беру и сразу считаю. Сейчас посмотрю. Мау. Минуточку посмотрю, как ищет. Зарядил поисковик. Вот. Иеремия 48.11. Мау от юности своей был в покое. Сидел на дрожжах своих. Ну как вот Австралия. Ни одной бомбы не упало. Ни раскулачивания, ни революции. И не был переливаем из сосуда в сосуд. Как Иосиф. Братья клеветали. В колодец бросили. Там оклеветаны. В тюрьму. И наконец премьер-министр. И в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его. И запах его не изменился. То есть он на своих дрожжах сидит. Посему вот приходят дни, говорит Господь. Когда я пришлю к нему переливателей. Которые перельют его. И опорожнят сосуды его. И разобьют кувшины его. Ну речь-то идет не о сосудах, не о вине. А о характере человека. Говорить о духовном, мучительном рождении свыше. Для австралийцев очень нелегко. Но если там человек был священником, тем более. Он на мелочи на что-то обращает внимание. Главное он не знает. И епископом, и правителем был. То этот человек в покое привык. Жировать. Наращивать пузо. И дальше уже ничего этого не видит. Приезжали у нас. Были эти люди, сосрали. Искали невесту. Провез его, епископ здесь побыл. Потом нашел, женился. Ну дальше-то ничего этого и нету. Я выключаю это. Показать. Вот. И пишет далее. Приход мертвый. В этом я верю. Дорогой Игнатий. Есть ли информация для прихожан, которые начинают подвигать батюшку к созданию общины? Конечно есть. У меня большой материал. Это во втором томе и в третьем. Открытым оком. На вашем сайте, да, на моем сайте есть очень большой материал. Как образовать общину? Там написано пособие по изучению Евангелия от Марка. Лучше этого пока нет. Ничего. Там не все мое. Я брал из разных источников где-то. Но на сегодняшний день вот так. Как беседовать с людьми? Это не миссионерский отдел. Это ничего более богомерзкого. Не придумал, наверное, сатана, как делать миссионерские отделы. Клепают их в каждой епархии. А ничего нету. Ни одного отдела не может быть. Здесь только Дух Святой. А где Дух Святой отделы никакие не подействуют. Это ежедневная молитва. Это ежедневное страдание. Прославление Бога. Это труд. В миссионерский отдел не войдет ни один человек, имеющий духовное рождение. Он будет как огня бояться. Понимаешь, что это подделка. Что сам сатана принимает вид Ангела Света. Это труд Духа Святого. Это крещение Духом Святым. Это в Духе Святом все. Вот у меня там материал. Люди как бы развиваются на 20, примерно 24 категории. А как вы это знаете? А работа. Я больше полвека работал. В этой области. Человек, как только глянешь, бывает на лицо. Наглянешь. Ничего нет. И уже жизнь его перед тобой открыта. Почему Ян Златоуст говорит? Чтобы обратить человека, обратить это задача миссионера. Нужны тысячи талантов. Ни два, ни три. Тысячи. А чтобы готового там крестить, ни одного таланта не надо. Достаточно быть священником обращенным. Мертвый приход. Его сразу видно. Это уже положительное качество, Николай. Что вот вы увидите с Кляренко. Я не знаю, какой Николай. Может быть, даже тот, кто к нам приезжал. Побуждать надо подвигать. И там все написано, как. Я покажу наш сайт. На вашем сайте, да. Нашел ваш сайт и послушал вас дней 5-6 назад. Вы мыслите, как я. Дышите, как я. Все, что думал о ситуации в церкви. Вы просто проговорили все вслух. Да я не проговорил. Я работаю в этом. Вот я сегодня сейчас разговариваю с вами. А вчера день для меня был непростой. Мы в одном лесу работали. Потом во втором я никак не могу, ну не могу просто войти в свой возраст. С молодыми ребятами там 25-летними, 30-летними я ворочу и тащу, где могу. Где по силам-то. Ну и вчера вечером было тяжело очень. На жаре при том. Лежу, у меня все жилы вздулись на руках. Пришел в головокружение. Ну и только не ложиться. Только не ложиться. Что сколько вчера сделали. Смотришь назад. Один день. Физический труд. Но там на работе и молитва. Там и беседы. Когда бывает небольшой там отдых. Минут на пять, не больше. Какой миссионер будет это делать? Павел всем обладал. Были средства. Но однако занимался шитьем палаток. А с этими поговорили. Что они знают? В городе живет. Названия. Артриумы разные называют. Ну смешно даже. Они даже не понимают, что они являются слугами дьявола. Даже этого не могут понять. Они обманывают людей. Они лгут. Они клевещут. Они преследуют. Ну и главный их, как они называют гуру, это Дворкин. Шарлатан, обманщик. Сколько на него роликов поставлено. Не образование еще нет. Доктор, профессор и что-то знают. Сектовед такой должности вообще нету нигде. Вот тоталитарная секта и подхватили, подхватили. Почему? Выкормыши его. Вот. Но они не знают, что такое выкормыш. Это не последователи. Нет. Это он их отравляет. Прислали его там в Израиль. Наставили, я не знаю, Гарвардский, Хьюсовский проект выполнять. Всех пересторить. Разрушить православие изнутри. И слепота до патриарха. Они не видят, кого приняли. 20 лет он орудует здесь. 20 лет отравляет Россию. И ничего не видят, не знают. Теперь уже со всего мира там такие профессора все показывают. Кто он? Наркоман. Шизофреник. Это надо выбрать такого человека. Все. Масонский гастук привязали. Иди. Делай. И вот они делают. Вот это да. Считать есть что. Да, есть что считать. На нашем сайте, там выставлены мои 41 книга. Тома. Только было бы время. Спасибо. Но христианского общения нет. Сплошное сектанство. Или потребительское отношение к вере. Как в тюрьме. Совершенно правильно. Самая большая секта сегодня в мире. Московская патриархия, как пишут в интернете везде. От чего? Отсеклись от евангельского учения. Секта. Всякую ветвь, не приносящую плода, отсекают. И она засыхает. Ее садят. Да. Есть где-то роски. Бывают спиленные. Уже лежит. Лежу и на ней роски. Дождик пошел. Но на плода никакого дать уже не может. Нет ничего. Почему? За то, что ты преследовала. Сидела на своих дрожжах. Критики никакой. Не критики. Обличение не принимала. Как КПСС. Как старое обрядчество. Это обреченные структуры. Системы. Их искать надо. Ищу обречающих меня. У меня дня нету, чтобы не обречали, не смеялись. Шаржи составляют отдельно ролики. Вокруг моей колокольни. Подвизгивают, бегают. Это шатия братья. Это как называют шатохи. Непривезные собаки. И не представляют. Ну, переносимо все. Как в тюрьме, да. Так я полиграфией зарабатываю. Жена 22 года. Только двое детей. Нужен совет. Я поговорил с батюшкой. Все как-то неоднозначно. Я не знаю, что делать, если батюшка неверующий. Да что делать? Работать надо. На это не надо глядеть. Общины нет. Все пришли, укололись. И разошлись. И так год, пока я туда хожу. Устал просить. Применил юродство. Сам я тут тяжко, как в камере. Даже как в тюрьме, как в камере. Я-то понимаю. Но зачем год-то ты потерял, Николай? Надо работать. Но один хотя бы человек есть, кто с тобой вместе хочет читать Святую Библию. Жена хотя бы. Ну, одного найди. И открываю третий дом открытым оком на нашем сайте. И начинай работать. Приглашите обязательно священника. Не пойдет, но тебя приглашали, а ты не пришел. И дальше работайте. Собирайтесь, занимайтесь. И с людьми говорите, беседуйте. Никуда из православия. Как в тюрьме, тем выше награда. Там работник нужен. И начинай работать. Смотри наши ролики. Мы показываем, как занятия идут. Лучше пока мы ничего не знаем. У меня есть сведения о других местах. Вот мой полиграфический сайт. Я сейчас на работе. Много писать не могу. Дайте знать. Все напишу, если у вас нет времени на разговоры. Нет времени на разговоры. Возможности нет. Это до 10 октября. Сам такое не люблю. Ненавижу теплохладность. Господь ненавидит. Сравнивает с блевотиной. Так вот. Австралийская это все блевотина. Мне надо 5-6 минут на изложение сути ситуации. И послушать, что родная душа может подсказать. Я подсказываю. Заниматься. Заниматься и работать физически. Работать руками. Работать умом. Работать без устали ночью и днем. Федор Афамулевский поэт пишет. Написать тоже успокаивает. Устраивает. Только подскажите куда. Ну. 2-3 слова я отвечу. Здесь столько высчитывать. Я нахожусь в таком месте. Да и не до этого. Я приехал тут. Но. Ролики выставляем. В другом месте выставляет. Я только замки успеваю снимать. Смотрите. Еще до осени может быть и не понравится что-то. Записывайте. С 10 октября по скайпу поговорим. Заранее четко вопросы свои выразите. Ну подождите. А пока работа начинаете. Заходите. Я отвечаю. Это я не гордый. Скажите как лучше. Мену это видимо мне. Все устроить. Пишите без ошибок. Я отвечаю. Меня не будет до 10 октября. Я в степи. Сегодня пишет. Отец Наум. Ну то есть уже 22 ночью. Борщуков. Священник Грузии. В моем доме обратился. Отец. Посмотри. Андрей Кураев говорит о проходящем соборе православном. Вот что мне понравилось. Михаил Соколов. Андрей Вячеславович. А что вы думаете. Что бы изменил этот всеобщий собор. Это вопрос. Понимаете какой хороший. Да ничего не изменит. Кстати говоря. Есть такое правило. Что все абсолютно должны участвовать. Были же древние соборы. Где не все участвовали. Андрей Кураев. Вообще есть правило флорентийского собора. Подтвержденное потом шестым вселенским. О том что если митрополит зовет своих епископов на собор. Они обязаны явиться. Кажется с одной стороны можно сказать. Что это касается только собора в митрополии. Почему бы ему не дать расширенное толкование. В митрополию. Как будто в метро залезли. Действительно таких зовов более тысячи лет не раздавалось. Что потеряла русская церковь от неучастия в этом соборе. Патриархия потеряла очень сильный аргумент. Важный на Украине. Что вы украинские автокефалисты. Раскольники. А именно мы через московского патриарха. В семье канонических церквей всего православного мира. И вдруг. Сейчас. Сам патриарх. Этот козырь взял и порвал на кусочки. Может быть он и решал свои внутриполитические российские проблемы. Может быть отношение с Кремлем. Еще что-то. Одна из конспирологических версий. Поставляет визит Пустина на Афон. А Афон против этого собора настроен. И последующий вскоре отказ нашей церкви. Ни одного евангельского слова. Ни одного. Это система. Берия в Сталинской патриархии. Ко я образовал. Ничего совершенно нет духовного. Политиканы. А эти миссионерские отделы прям беснуются. А он сказал. Тут отрекся. Ничего нету. Я на себе это все испытываю. Михаил Стоколов. Потом перенесли собор даже из Стамбула. Константинополя. Андрей. Перенесли и раньше. Михаил. Но все равно это после конфликта с Турцией случилось. Конечно. После конфликта тоже политика вмешалась. Андрей Курайов. По просьбе Москвы. Вот этот аргумент мы сами разбили. Тем самым укрепили позиции тех, кто считает, что все-таки на Украине пора уже решать эту проблему. Даже если бы мы поехали, ничего не было там решено. Все равно этот собор, как он есть, так он будет. Это плохая витрина православия. Михаил Стоколов. Но символическое же событие. Правда? Андрей Курайов. А что оно символизирует? Что нам нечего сказать друг другу и миру? Ну, больше-то ничего нету. Ну, нету ни одного миссионера на соборе-то не было и нету. Совершенно нету. Это уже не с первого дня решается. А чуть раньше. Андрей, я считал. Но дело в том, что я считал и проекты, которые были 50 лет назад. Там действительно было, что сказать, 50 лет назад. А потом с каждым годом это все усыхало и усыхало. Михаил. То есть вы не ждали никаких реформ? Андрей, а это все старых импотентов. Вот что это такое в церковном именно смысле. Вас разжалуют. Это люди, которые честно признаются. Мы боимся общаться со своей паствой. Вот это точно. Мы боимся им что-то предлагать. Мы не пастыри. Мы никуда их везти не можем. Мы готовы только подглядывать. За что нас там ругают? Монахи чего думают? Как бы княгиня Мария Николаевна ничего бы не сказала. Поэтому страха ради иудейского, простите за евангельскую цитату, они все живое, все интересное из этих проектов, решений, вычеркивали. Я это знаю все время. Какие им предложения давал? Мне задавали в университетах вопросы. А то если бы вы были патриархом, я сразу говорю. Первым делом прекратить всякие строительства, а не 200 храмов. Второе. В один день открыть тысячи училищ. Все средства рассчитаться с банкирами, у кого брали деньги. Церковь должна быть свободна, а не в долги лезти. Ну и так далее. Это вот немножко показать то, что пришло. Ну и сегодня надо посмотреть, что у нас в интернете. Зайдем. Вот открывается оно. Медленно. Потому что находимся мы в таком месте. Правда на улице тарелка стоит. Ну, вот так вот. Ну, что сказать. Вот идет. А, вон что. Нет доступа к сайту. Ну, вот что сказать. Нет доступа к сайту. Я даже это и не знал. Но раз нету, что тогда. Попытаться обновить. Еще раз. Запустить. Перезагрузить. Систему. Ну, вот попробуй поговори. Я не знал. Просто напоролся на это. Но, благодарение Богу. Хотя это есть. Нынче уже свой компьютер с процессором привез сюда. Ну, вот нет ничего. Ну, а какой выход? Ну, попробуем теперь перезарядить. Это называется не перезарядить, а перезагрузка. Перезагрузить. Вот так. Вот, отмена сделать. Почему? Потому что не закрыл еще. Где у меня тут? Еще больше нету. Закрылась. Вот видите как. Самое место, кто хочет тут быть, не дает попробовать еще раз. Ну, вот проверяют меня ровно в 6 часов из Барнаула. Как я тоже, живой, неживой. Да, вчера я тут перебор был у меня, работал. Организм напомнил, стукал. Нету ничего. Ну, нахуй, значит, что-то до перезагрузка. Вот, а я в это время скажу. Вот забота об этом, вот Скляренко говорит, Андрей Кураев. Ну, дальше-то работать надо. Я не знаю, Андрей, ведет какие-то курсы, занятия, конкретно с людьми. Надо работать. И Господь не обещал, что будет все так. Собор никакой не даст, ничего он не даст. Ну, мертвецы собрались. Не импотенты, мертвецы. Я хочу усилить это. Говорить о рождении свыше. Среди архиереев это находка. Это очень и очень редко. Раньше анекдоты рассказывали. Говорили, что один был случай такой, что в академии духовной закончили, и один оказался верующим, сохранил веру. А приходят-то, может, и другие верующие. Вот и все. Ничего нету. А как? Не знаю как, но надо работать. Работать, трудиться. Хотел показать, что у меня есть. Работать руками, работать умом. Работать без устали ночью и днем. Ну, а там уж что будет, то будет пускай. Так нужно работать. Мы дружно, давай. Вот так. Вот видите, перезагрузка что-то, видимо, дает. Какие-то звуки издает. О, пошло. Вот оно что. Ага. Ага. Попаленько открылось. Вот наш православный видеоканал. Вот видите, как он выглядит. Просмотров 2 миллиона 871 тысяча. 3 тысячи семьсот девяносто семь подписчиков. Вот колокольчик. И тут кто-то какие-то комментарии отдает. Кто? Просто русский. Колесо. Ну, кому отвечать? Колесо. Ну, это просто русский. И похоже, язычник. Не смотрел еще. Вот сейчас про шершней. Что? Сказанно, не убей. Жидохристианская тварь. То есть он ругается на христиан. Жидохристианская. Он еще не зашел. Его уже видно, что жидохристианская тварь. Шершней мы выжигаем тут. Работать нельзя. И он ничего не знает. Зато он за него. За шершня. Заступается. То есть язычник. Или жидохристианская тварь. Это он на меня. На нас. А тут показано во всем мире, как борются с шершнями. Ну, что на это сказать? Ну, может быть, это попы злобятся так. Язычники. Ну, как сказать? Неизвестно. Жидохристианская тварь. Вот, пожалуйста. Тут столько материалу смотреть. Вот. И ничего нигде не сказать. Вот так. Теперь смотрим дальше, что у нас. Наш сайт. Форум. Вот он, наш форум. Посмотрите. Как он выглядит. Просто в Яндекс, в Гугл. Зарядите православный форум Игнатия Лапкина. Название такое. Ну, и здесь найдете 1592 темы. Да. Ну, и вот сайт. Теперь я открою сайт. Чтобы видно было. Должен открыться. Вот так. Вот он какой красавец. Здесь все абсолютно. Самое ценное во всем, что есть, это справа 4124 ответа по темам. 55 тем. Ну, любую тему. Какую бы ни было. Жития. 17-е. Наткнул его. Все. Пошли вопросы. В каком томе моих книгах. Ну, любую. Открою сейчас. Ага. Насколько можно доверять описанию внешности святых, их образу мыслей. Нажал. Вот дальше пошел ответ. Жирный курсив. Это места писания. Все, что здесь отвечает. Отвечается по четырем параметрам. Что говорит святая Библия. Что об этом говорят святые осы трудных. Что говорят жития святых. И согласно коммунам. Всех скажем. То есть таких ответов в мировой сети я больше нигде не встречал. Нигде. Ну, один-два вопроса. Там встретятся ответы таких. И все. Нету. А это 4124. Много. Ну, и у нас. Тут еще даже не открыл. Вот как выглядит наша страница в моем мире. Тут можно переписывать все. Видите, как. Все здесь надо открывать еще. Сегодня я показываю, куда можно заходить и писать. Тут почта есть. Все здесь найдете. Богу нашему слава. Опять за труды сегодня. Вот. За труд! Звучит Zamостон.